Книги о людях, героях, покорителях небесных высот увидели свет и были представлены гостям мероприятия в библиотеке. Место выбрано не случайно. В модульной библиотеке номер 3 в Доме культуры имени Чкалова, после масштабного преображения, каждый уголок хранит историю отечественной авиации. О книге, которая чудом попалась читателям на просторах интернета и небольшим тиражом, 8 экземпляров была распечатана специально для нескольких гостей мероприятия, рассказала ветеран Великой Отечественной войны штурман экипажа самолета П-2 полка имени Марина Роскова и Галина Брокбельцова. Тяжело досталось. Только друзья через интернет случайно натолкнулись, приобрели. И сегодня 8 книг тело здесь благодаря героическим людям нашей страны, я бы сказала, не только Москвы. Это люди, связанные с полком Евдокии Бершанской, вошедшие в историю как ночные ведьмы. «Мама летчик» – это книга воспоминаний Валерии Вячеславовны Булычевой, техника лейтенанта, в годы Великой Отечественной войны служившей в 125-м гвардейском бомбардировочном авиационном полку имени героя Советского Союза Марины Росковой и участвовавшей в этот период в 913 боевых вылетах, из которых 313 на самолетах П-2, пикирующих бомбардировщиках. Она дополнена комментариями ее сына Владимира Борисовича Челнокова. Уникальная автобиография Булычевой не только проливает свет на ее частную жизнь, полную тягот, самоотверженного труда во имя спасения и послевоенного восстановления родины, но и рассказывает о материнской истории. Во многом книга является своеобразной панорамой истории. На презентацию приехали почетные гости из Москвы, несколько авиатрис, они поделились своими историями покорения неба. О своей книге «Полные истории жизни» и фрагментами воспоминаний, и интервью с авиаторами рассказал член Союза писателей России, заслуженный писатель Москвы Александр Крохин. Вот в этой книге прослеживаю мой путь в авиацию. Затем один очерк о моей службе в воздушно-десантных войсках Псковской воздушно-десантной дивизии. Здесь о моем брате очерк Саша, мой брат, он участник пяти войн, он был командиром полка военно-транспортной авиации в Сечи, кто может быть слышал такой разруб. О наших космонавтах, которых я тоже некоторых хорошо знал и знаю. Об этом нужно и важно знать, о книге, несомненно, стоит прочесть. Теперь можно будет это сделать в библиотеке. Директору Анне Смышляевой подарили экземпляры изданий.